С.Д.М. Черногория. Протесты в Черногории не спонтанны. За ними стоят Россия и Сербия. М. Душевич. С.Д.М. Черногория. 20 марта 2019 года. Комментируя события в Черногории, аналитик заявил, что хотя Черногория находится в очень щекотливом положении, которое чем-то напоминает недавнюю ситуацию в Македонии, тогда руководство государством взял на себя Заран Заев. Ясно, что нынешние протесты отнюдь не спонтанны. Их разжигают и подогревают извне, точнее, если быть честными, из Сербии и России. Обеспокоенность России, конечно, легко считывается и в связи со страной, которую она выделяла и продолжает выделять, ожидая от нее покорности. Речь о Сербии, и эта обеспокоенность проявилась после первого сигнала о том, что Сербия может выйти из-под российского влияния. Похоже, что переговоры Косово и Сербии об установлении общей границы были остановлены, когда до решения оставался шаг. Диалог прервался, прежде всего, из-за российского давления на президента Сербии Александра Вучича. Ведь после решения проблемы Косово Россия утратила бы рычаг воздействия на Сербию, и для Сербии, как и для Македонии, открылся бы путь в Европейский Союз, заявил Дженера. Политический аналитик отмечает, что многие считают протесты в Белграде результатом работы иностранных агентств, но это мнение ошибочно. Белградские демонстрации не структурированы и не угрожают Вучичу, а то, что он изменил отношение к протестам и начал репрессии, в таком авторитарном обществе, как сербское, только упрочит позицию Вучича. Это понимают западные аналитики и политики, которые очень сдержанно отзываются и о протестах, и о сербской оппозиции, отметил Дженера. И все-таки, как он напомнил, положение противников властей в Подгоритце совершенно иное. По словам аналитика, это движение призвано лишь приблизить общество к черногорской, сербской и пророссийской оппозиции и позволить тем силам, которые ставят под вопрос черногорскую независимость и черногорский евроатлантизм, влиять на части избирателей, сегодня поддерживающих независимость Черногории. Запад сдержанно относится к событиям в Черногории, так как в Европейском Союзе понимают контекст этих протестов, но никак не могут укрепить позицию черногорских властей. Сейчас самая большая проблема Европейского Союза в том, что, готовясь к выборам в Европейский парламент в мае и по следующему переформированию европейских институтов, ЕС не замечает процессов, которые протекают по соседству. Они имеют большое значение для долгосрочной стабильности не только европейского окружения, но и самого Европейского Союза. Проблема также заключается в уставости от расширения Союза, которая ощутима в этом созыве Европейского парламента, а также в Европейской администрации. Единственное, что гарантировало бы Черногории стабилизацию обстановки, это ускорение переговоров и ясная индивидуальная перспектива членства. Но, к сожалению, ничего этого пока нет, заключил аналитик. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.